Девять человек погибли при обрушении дома в Шахане, Токрагандинская область в Казахстане. Тела четырех мужчин, трех женщин, двоих детей из-под завалов достали спасатели. Сейчас уже составлен полный список погибших с именами и фамилиями. Спасатели нашли довольно символическую вещь, среди прочего, это фотоальбом одной из погибших со своим малышом. Елена Алексеенко, ей 24, было 24, вместе с сыном они ждали папу Владимира с вахты. Мужчине пока еще не сообщили о смерти жены и ребенка. Супруги поженились в прошлом году, Елена недавно ушла в декретный отпуск. 32-летнему мужчине удалось выжить при обрушении дома, спасатели вытащили его. Сейчас пострадавшим оказывают помощь в больнице, угрозы жизни, к счастью, нет. Всего в доме проживали 118 человек. В момент ЧП внутри находились примерно 30 из них. Все случилось поздним вечером. 1 января рухнула часть торца дома. Предположительно, причиной трагедии стал взрыв общедомового котла отопления. На месте сейчас работают 280 человек. Это спасатели, полиция, скорая. Жители дома эвакуированы. Большая часть из них разъехалась по родственникам. Кому-то предоставили возможность поселиться в соседнем здании детского сада. Тихо, тихо, не ломайте его. Фестируем тебя, ноги аккуратно. Ноги держите. Сидите. Все свет. На прямую связь выходит жительница Шаханны Наталья Занатулина. Она живет рядом с домом, где все случилось. Наталья, приветствуем вас. Расскажите, пожалуйста, что видели вы? Расскажите, приветствуем вас. И без света потел, естественно, нельзя топить. Произошел взрыв котла, как говорят. И обрушился подъезд полностью с пятого по первый этаж. Погибли люди. По официальным данным 9 человек говорят. Как люди говорят, что там больше людей побегло. Не знаю, насколько это правда. По официальным 9 человек. Но у нас там друзей, родители погибли. Тоже как бы поселок маленький. Мы все друг друга здесь знаем. И по нашим, если посчитать, то больше человек было. Наталья, а не могли бы вы рассказать, может быть, коротко о тех людях, которые пострадали и погибли в этой страшной трагедии? Вот вы знали кого-то лично. Можете о них что-нибудь рассказать? У нас есть друзья, да, хорошие. Мы с ними дружим давно. У них погибла мама там в этом доме. Хорошая женщина была. Про нее ничего такого не могу сказать больше. Не знаю, когда как бы тяжело, страшно, мы вот в окно смотрели, прям вот невозможно. Я вот сейчас ушла из дома, у родителей сейчас нахожусь. То есть вы даже не можете находиться в соседнем доме, потому что невозможно наблюдать ту картину, которая открывается вашему взору? Конечно, страшно. И дети были маленькие там, и семьями целыми погибли, да. Наталья, а можно такой вопрос? Вот вы сказали, что есть версия по поводу котла, она официальная. Нет ли других каких-то версий, о которых говорят соседи? Может быть, газ работал? Или, может быть, не дай бог, это был теракт? Нет, теракта не было, конечно, такого. Газ как бы тоже, ну, знаете, в основном все говорят, что котел, потому что у нас во всех домах вот это АСО стоит везде, как вы. Но, как бы, больше других версий люди не могут, потому что это очень опасно, когда отключают свет, вообще нельзя. Отключается сразу насос. Насос подает давление во все квартиры. А если насос отключен, получается, котел сам себя греет. И это очень опасно. Наталья, это впервые происходит на вашей памяти? Скажите, как вот дальше жить, если в вашем доме такая же система? Происходит впервые, конечно, я это видела. Но в нашем доме, где живу я, у нас система АСО, она у нас отдельно построена. Как бы это успокаивает. Спасибо огромное, Наталья Занатульна. Жительница Шахана рассказала о трагедии, которая сегодня случилась в ночь на 2 января. Предположительно, взорвался котел в жилом доме. Есть погибшие и пострадавшие. Мы следим за развитием событий. В скором времени прямая трансляция. С места событий. Мы следим за спасательной операцией на месте трагедии. Продолжение следует...